Здравствуйте, меня зовут Михаила Келыга. И сегодня в конкурсе «Коренные народы мира» я вам расскажу о народе Хака и их земляных домах Туло. Хака – многочисленный народ, живущий в провинциях Хитая Гуандон, Тиангси и Фудзен. Еще они живут на Тайване и в Малайзии и других юго-восточных странах. Кроме того, они еще живут в США. Народности Хака принадлежат многие знаменитые люди, например, первый президент Китайской Республики Сунья Цен. Бывший премьер Сингапура Ли Куанью – тоже Хака. В Китае Хака считается частью основной ханьской национальности, а не одним из 55 официально признанных национальных меньшинств. Но не очень самобытны. Язык Хака близок к кантонскому. Но это свой диалект. Он имеет свойство с языком китайцев, живших в эпоху хань. Это было аж 2000 лет назад. Предки современных Хака пришли с северного Китая, Шандуния, Шэньсиа, Хэнаня на юг страны в средние века во время войн. Сами Хака себя так не называли. Это название им дали коренные жители территорий, куда они приходили, и которые воспринимали Хака как пришлых чужаков. Кантонское слово Хака или Кодя на мандарине означает пришлые семьи или гостевые семьи. Даже можно сказать, что это значит нечто типа цыган. Некоторые называют Хака евреями Китая. Маляю, какие Хака евреи? Сейчас я вам все расскажу за Хака. Ой, что вы мне показываете? Не надо делать мне нервы. Это не те Хака. А, вот, спасибо. Вот они. Хака. Кодя Китая. Хэнгэй! Много сотен лет между местными южанами и Хака шли постоянные клановые войны. Ты с какого района? В новых землях Хака оселились в гонной местности. Они возводили огромные земляные дома по-китайски Тулоу, дословно земляный дом. Они напоминали крепость и защищали от набегов враждебно настроенных народов. Из таких домов можно даже стрелять. В домах Тулоу живут несколько семей из одного клана. Площадь такого дома-крепости может быть несколько тысяч квадратных метров. Тулоу бывают круглые, юэнлоу и квадратные. Сыдялоу. У Тулоу один центральный вход. Тулоу не продувается ветром, не горят в огне и не рушатся при землетрясениях. Сейчас сохранились несколько тысяч таких домов. Они охраняются ЮНЕСКО. Там живут сами ХАККА, а также сделали из них гостиницы и рестораны. Я был в таких домах и даже ночевала в одном. Стены таких домов земляные, сделаны из трех видов местной земли с клейким рисом и яичным белком. Они толстые, а внутри дома находятся жилые помещения. Внутри есть большой двор. Во дворе как минимум один каменный колодец, и в нем женщины моют овощи и стирают одежду. На первом этаже располагаются кухни. Двери и окна у них только во двор. На втором этаже кладовки. С третьего этажа начинаются спальни с небольшими окнами наружу. Внутри может стоять храм, как дом в доме. Там могут учиться дети и собираться для обсуждения разных вопросов жители. Кухня хака отличается обилием соли, жирного мяса и дофу, то есть соевого творога. Мне понравилась курица, запеченная в глине. В фудзине хака вращивают и продают чай. Вот таковы хака. Их ни с чем не сравнимые дома плов.